Ребят, всем привет! В этом ролике я хотел бы поделиться с вами некоторыми советами по набору мощной массы, которые наверняка помогут новичкам и поделиться теми вещами, через которые я прошёл самостоятельно. Я никогда не был монстром массы, но я заниматься начал серьёзно почти уже в 30 лет. Я занимался, конечно, и в школе, и в армии, но в армии это сложно назвать тренировками. Было 15 минут в день или полчаса в день, получилось, не получилось, с ограниченным количеством оборудования, абы как, неправильно, плюс питание в армии, ну кто служил, сами понимаете, какое там в армии питание. Ну, в школу я там особо не считаю, поэтому серьёзно я начал заниматься, вот так, что я прям начал, начал. С питанием, с тренировками, там всё правильно. Я примерно в 29 лет начал заниматься, и он сравнительно неплохого результата добился, я считаю, того результата, которого может добиться, ну, наверное, каждый второй, если прилагать достаточное количество усилий. Да, кстати, ссылки на все мои программы тренировок, на все мои авторские программы тренировок, которые я использовал сам в процессе своей трансформации, вы найдёте в описании к этому ролику. Вот, и сегодня хотел бы несколько советов вам дать. Ну, совет о том, что нужно выполнять базовые упражнения, там, хорошо кушать и много спать, я думаю, вам говорить не нужно, вы это наверняка без меня уже слышали. Вот, и первый совет, с которого я хотел бы начать, это не переборщить. Это совет, наверное, больше людям, которые уже, ну, в возрасте в таком, там, после 25 лет, да, часто у людей работа, какая-то движуха, эмоциональное напряжение, там, и так далее. А люди зачастую используют те же комплексы, которые они использовали, там, 10 лет назад, или которые используют молодые пацаны, 18 лет, которые тренируются по 5 раз в неделю, да, там, по фулл-бадди, нормально прогрессируют. Ну, условно говоря. Вот. Я скажу по своему опыту, что те программы тренировок, по которым я тренировался, даже вот когда вот я из армии пришел, у меня был короткий период, когда я пытался начать тренироваться, потом я все это благополучно забросил, как и все, обычно это происходит у всех, да. Вот. То есть те программы тренировок, по которым я занимался, я вообще работал в охране сутки через сутки. И сутки через сутки я тренировался. И я такие комплексы, да, классический сплит с достаточно большими рабочими весами, с полной отдачей на каждой тренировке, я легко переваривал и на фоне работы, но там мне было сколько, грубо говоря, 20 лет. То есть, когда я начал заниматься по этим же комплексам в 30 лет, я понял, что я просто конкретно не восстанавливаюсь. А не восстанавливаюсь, это сразу что? Это сразу усталость, это вы сразу начинаете болеть. Зимой особенно, вот если вы перетренированы, вы болеете вообще постоянно. Только выздоровели, болеете, только выздоровели, болеете. И вот постоянно, знаете, такая, какая-то чувство присутствия в себе какого-то вирусника. Вот тут постоянно какая-то борьба, вот немножко вот не хватает сил, особенно весной, часто эти весенний период. Ну вот. Когда вы перетренированы, у вас постоянно вот такая-то хроническая усталость, да, вот эти вот какие-то болячки. То есть, в принципе, вам может казаться, что вы нормально восстанавливаетесь На самом деле, ресурсов у организма не хватает Если вы тренируетесь, и вы постоянно уставший, и у вас нет прогресса Значит, однозначно нужно снижать интенсивность Вы даже программу тренировок можете не менять Просто тренироваться, например, не три раза в неделю, а два раза в неделю И зачастую вот ребята, мы уже экспериментировали То есть, ребята начинают снижать интенсивность И у них всё сразу идёт в гору То есть, организм как глоток воздуха И всё нормально То есть, зачастую ребята, да и молодые пацаны Они просто перебарщивают с тренировками Особенно, знаете, в зал приходят многие новички Начиная там по два часа долбят-долбят-долбят свои мышцы Особенно эктоморфы Вы просто пережигаете энергию С вашими мышцами там организм уже закислен Вы уже дальше ничего не спровоцируете, грубо говоря, для роста Часами там сидеть не нужно В общем, нужно отдавать себе отчёт в том Сколько по времени вы занимаетесь Какая интенсивность у ваших тренировок Всё это должно соответствовать вашему ритму жизни То есть, нагрузка должна быть оптимальной для того, чтобы вы восстанавливались Следующий совет Используйте спортивные добавки О спортивных добавках говорю много Но спортивные добавки, они реально помогают улучшить ваш прогресс Один только креатин, чего стоит, да, который вы можете выпить Сразу там добавить килограмм-два И сразу увеличить силовые показатели там на 5-10, а кто-то и на 15% В очень короткие сроки Протеин, да, который когда вам не хватает белка Вы можете этим протеином закидываться, да, там гейнером заменять какие-то приемы пищи Цитрулин, бета-аланин В принципе, у меня есть статья очень подробная Расписана про все спортивные добавки И про мой топ спортивных добавок, да, которые я сам лично использую Все эти штуки, они реально помогают При наборе мышечной массы, при снижении жировой прослойки Ну, в зависимости от цели, какие вы добавки выберете Почитайте и не пренебрегайте добавками Для набора массы, там, если там с деньгами совсем проблема Просто у себя в магазине Купите какой-нибудь там дешевенький креатин Хотя бы креатин Добавка вот такая работает Поэтому спортивными добавками, я считаю, не нужно пренебрегать И если бы я вернулся там в те годы, когда я только начинал заниматься Я бы начал сразу с применения всех спортивных добавок Которые я употребляю сейчас Я уверен, что достиг бы результата значительно проще Чем я его добивался, грубо говоря, самостоятельно Хотя добавки спортивные я употреблял Но это в основном был протеин и БЦА Такие две основные добавки, которые я использовал на начальном этапе своего тренинга Сейчас я бы, конечно, этот арсенал расширил Следующий совет Не увеличивайте бездумно рабочие веса Знаете, очень часто смотришь парень в зале Начинает сжать 50 килограммов У него естественный прогиб в пояснице Локти под 45 градусов Опускает на середину груди Все четко жмет Потом по мере его тренировок Смотришь, у него уже мост лифтерский Он уже локти подвел Он уже опускает на середину груди Он уже отбивает Снимать ему там помогает Поднимать помогает Но вес у него там уже 80 То есть он увеличил свой рабочий вес Не за счет того, что он сильнее стал А за счет того, что он технику изменил Амплитуду сократил Дополнительные мышцы включил Напарника где-то припрек Да, чтобы ему помог Всегда увеличивайте рабочие веса По мере роста ваших силовых показателей реальных Не нужно превращать Изменять технику выполнения упражнения Этим вы больше От того, что вы больше вес возьмете сам по себе Ничего не изменится Если вы выполняете с кривой техникой Вы просто нагрузите свои суставы и связки Не нарушайте критично технику выполнения упражнений И не гонитесь за рабочими весами Изменяя при этом технику Это тоже крайне важно Следующий совет Не пытайтесь одновременно набрать мышечную массу И снизить жировую прослойку Я уже снимал ролик на тему того Почему невозможно одновременно Снижать жировую прослойку И набирать мышечную массу Сейчас подсказка здесь вверху появится на этот ролик Можете перейти посмотреть Надеюсь, что я не забуду эту подсказку Подсказку вставить Если я вдруг забыл по какой-то причине Потому что у меня работы очень много Я зачастую ролики так монтирую быстро То наберете просто в ютубе Почему невозможно одновременно набирать мышечную массу Сжигать жир что-нибудь в этом роде Найдете мой ролик Вот В общем, если вы набираете массу То набирайте массу Это не значит, что нужно обжираться печеньем Жиреть, отращивать себе живот Но мышечная масса Набор мышечной массы Все-таки подразумевает положительный энергетический баланс Снижение жировой простойки Отрицательный То, что кто-то там в начале своего пути Набирает мышечную массу И одновременно снижает жировую простойку Ребят, это не жировая простойка снижается Слил несколько килограммов воды И залил гликогеном несколько килограммов мышц И визуально вроде как Он по мышцам стал больше А в жире меньше Это не набор массы и снижение жировой простойки Ну, в общем, ролик посмотрите Там более подробно об этом рассказывается В общем, такие метаморфозы возможны только на самом начальном этапе Когда вы сливаете первую воду И запасаете первый гликоген в мышце Это не рост мышечной массы И не снижение жировой простойки Это просто активация ваших мышц Да, увеличение визуально их объема Вот, и слив воды и шлаков Которые у вас были первоначально Вы просто сливаете это в первые месяцы тренировок Следующий совет Не отталкивайтесь только от веса Были 80 Через полгода 80 Это не значит, что вы не набрали У вас может стать плотнее само мышечное волокно То есть вы или там прибавили, допустим, 500 граммов У вас жир может остаться на том уровне На одном и том же уровне Но мышечное волокно может стать плотнее У вас могут вырасти силовые показатели Бывает вот такая ситуация Когда там в зал приходишь Или с пацанами встречаешься Которые, ну там, когда-то ты давно видел раньше Да, предположим, там полгода назад Ну, Сань, Сань, ну посмотри Что-то я, блин, не набираю Полгода занимаюсь, там, или год И не набираю Я на него смотрю Я помню, какой он был Я говорю, слушай, да ты изменился, ты набрал Да у меня вес там всего на килограмм вырос А я смотрю, ну прям разный человек То есть, ну, он прям реально Он оформился Он стал жестче У него как бы форма такая лучше стала Я говорю, блин, да ты набрал У тебя силовые выросли Да, выросли там, процентов на 20 выросли Я говорю, ну ты набрал Ты в весе не поднялся Ну, поднялся, но незначительно Ну, у тебя мышечная структура Мышечное волокно изменилось Ты набрал Все правильно, занимайся Так дальше, все четко Не отталкивайтесь только от веса И не пытайтесь вот жестко, сильно там прям Вот привалить вес вперед, да Многие начинают очень много углеводов есть Начинают расти там килограммами, да Там водой заливаться, жирком Не совсем целесообразно Углеводы нужно увеличивать постепенно И вес должен расти постепенно Чем более постепенно растет ваш вес Тем более качественная мышечная масса у вас прирастает Поэтому ориентируйтесь не только на вес Но и на свои силовые показатели И на то, что вы видите в зеркале Силовые показатели, подчеркну, не на раз или на два То есть сильнее можно становиться и в десяти повторениях И в шести, и в пятнадцати Вот То есть становитесь целым сильнее Увеличивайте свои силовые показатели Мощные объемы И ориентируйтесь не только на свой вес Но и на то, что вы видите в зеркале И еще один совет, который я хотел бы дать Это никогда не бросайте свои тренировки Большинство людей бросают тренировки Девять из десяти бросают тренировки Да даже не девять из десяти Наверное, девяносто девять из ста бросают тренировки Позанимались Не получили нужного результата Разочарования Дом, семья, работа Как у Как же вот Я подписчику отвечал в одном из предыдущих видео Алекс Симон Жаловался, что у него Огород ему мешает Ну вот И бросает заниматься Не бросайте заниматься Всегда поддерживайте свою физическую форму Особенно Когда вы уже там ближе к тридцати годам Не бросайте Занимайтесь всегда Некогда Хотя бы занимайтесь дома И все у вас будет хорошо Ну вот, ребята Такие основные советы Ссылки на все мои программы тренировок Вы найдете в описании к этому ролику Задавайте свои комментарии Я желаю вам здоровья И с бычьей мечт Да Кто хочет стать больше Пусть станет больше А кто хочет стать рельефней Пусть станет с кубиками на прессе Все, ребят Всем пока